МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании Круг новости недели. Только самое интересное событие темы минувшей недели для вас подготовили наши корреспонденты. В студии Татьяна Захарян. Сегодня в нашей программе вы увидите. Реставрация Воронцовского дворца подорожала на 31 миллион гривен. В Одессе продолжается сбор подписей под обращением граждан о придании санаторию Красной Зори статуса мемориального парка. Одессу загоняют в долговую яму. Мэрия взяла кредит на 47 миллионов евро для покупки трамваев, а деньги городского бюджета пускают на ветер. Мэрия обещала отремонтировать оригинальные часы в городском саду еще 8 месяцев назад. Но местная достопримечательность до сих пор не работает. Расследованиями по нападениям на активистов, среди которых в том числе покушение на Михаила Кузаконя и Олега Михайлика, получившего тяжелое ранение, должна заняться Служба безопасности Украины. Такое мнение с трибуны Верховной Рады высказал народный депутат Украины Виктор Кривенко. Многочисленные факты нападений на активистов в Одессе, а также ход расследований по данным делам вызывают множество вопросов не только у одесситов, но и украинских политиков. Так, с трибуны Верховной Рады нардеп Виктор Кривенко еще раз напомнил жителям страны, что пока здесь, в самом городе, идет борьба активистов за Одессу как украинский город, против самих активистов объявлена настоящая война. Причем на самом деле искать настоящих виновников преступлений система не может и не хочет. И на то есть свои причины. Одессу керує російський гражданин с двумя паспортами российскими, что доведено панамскими акшорными документами. Все доведки в податковых органах РФ, когда журналісти это нашли, это потом все позатирали. Людина, которая фактически координает разграбывание Одессы, завод Краян, я и еще 30 депутатов писали заяву, и благодаря этой активности НАБУ порушило справу, и 90 млн грн. будет повернуто из этих вкраденных, понад 170 млн. будет повернуто місту. Вы видели все, как тетушки снимали паркан на військовом аэродроме шкільный. И наши військовые, вместо того, чтобы выполнять свои обязательства, выполнять статут и их всех там расстрелять, вместо этого они дали заднюю. И фактически знищуется військовый аэродром, единый в области. И все эти факты замовчаются, потому что такие мельские голова и та группа, яка его покрывает, выгодна, что власти, что в опозиции. Они пообещали и тем, и тем, поддержку на выборах. И чем больше ситуация, чем больше независимых, чем больше криминальных справ, тем больше гарантий и у влады, и в опозиции, что они на выборах сделают так, как им нужно. Нардеп также напомнил о двух силовых разгонах антитрухановского Майдана 26 апреля и 1 сентября 2016 нападавшие и избивавшие активистов люди так и не были наказаны, не говоря уже о заказчиках данных преступлений. Кроме того, Виктор Кривенко сообщил, что не был расследованный факт поджога его депутатской палатки, установленной в то время на Думской площади. Кроме того, как заявил с трибуны Верховной Рады одесский активист, юрист Артем Карташов, до сих пор не найдены настоящие преступники, организовавшие покушение на Михаила Кузаконя и Олега Михайлика, что само по себе привело к еще большему росту недоверия в правоохранительной системе в целом. Сьогодні ми бачимо, что замахи от мети залякувания перейшли до мети убийства. И последний замах на Олега Михайлика и та реакция государства, которая последовала, научно демонстрирует, что никаких перешкод для продолжения убийства громадского политического действия в Одессе нет. В отсутня доверия до правоохранителей и информация, что правоохранители Одессы также причетны к учению преступления. Они выступают иногда организаторами, иногда посредниками, поэтому сподеваться на полноценное и эффективное расследование не має возможности. У меня есть информация, что снова получил дозвук из Киева на продолжение залякувания побития аж до убийства громадских активистов, что хочет вернуться в 1998 год, когда в бандитской Одессе всех пытался залякать. Я приехал в Одессу, поговорил с керевником управления службы безопасности и передал ему эту информацию. И сейчас закликаем генерального прокурора, керевника милиции, пана Авакова, полиции и голову службы безопасности, чтобы домовилися, чтобы расследование вело СБУ. В Одессе продолжается реконструкция Воронцовского дворца. Правда, самой ремонтной деятельности за строительным забором пока не наблюдается. Впрочем, как стало известно, компания, выполняющая работы, выиграла очередной тендер на реставрацию этой достопримечательности. Нет предела совершенства, а тем более без предела, который творится в нашем городе под видом реставрационных работ. В данном случае имеются в виду работы по ремонту Воронцовского дворца. Собственно, самих работ пока не слишком. Как мы уже говорили, в одном из наших сюжетов сделана лишь стяжка террасы. Другой видимости деятельности не наблюдается. И это при том, что компания-подрядчик планировала, если исходить из документов, завершить все работы еще летом нынешнего года. Но, как вы понимаете, не то, что завершить в этом году не удастся. Вряд ли до наступления холодов здесь вообще что-либо успеют сделать. В связи с тем, что, как обычно, подряд был отдан очень сомнительной фирме, относительно которой возбуждены уголовные дела именно в части присвоения бюджетных средств, этих денег, естественно, не хватило. Было принято решение об увеличении, во-первых, финансирования, во-вторых, сроков выполнения данных работ. Опять-таки, исполнитель остался тот же. Но что любопытно, с каждым днем невыполненной работы растет ее стоимость. Как пишет издание «Смотри», Одесская мэрия выделила дополнительно еще более 30 миллионов на реставрацию Воронцовского дворца. Управление капитального строительства Одесского горсовета провело тендер на реставрацию архитектурного памятника стоимостью 31,5 миллионов гривен. При этом, как отмечают СМИ, в 2016 году на реставрацию уже был выделен 21 миллион гривен. Информация о закупке размещена на портале Прозора. Последние торги на реставрацию дворца были проведены с формулировкой «корректировка». И, как сообщает СМИ, в обоих случаях тендер выиграла компания «Одесса Коммунэкология», которая, согласно данным аналитической системы «Юконтрол», является частным победителем торгов. Так, только в прошлом году из бюджета фирма с суставным капиталом всего около 70 тысяч гривен получила почти 155 миллионов. И это еще не все прелести реставрационных аттракционов неслыханной щедрости и трюкачества. Дело в том, что, как говорит активист Игорь Ейлин, компания-подрядчик имеет право делать свою работу чужими руками с помощью субподрядчика. Пусть даже эти руки растут из места чуть ниже пояса. Что очень важно, договор предусматривает возможность субподрядчиков. То есть, эта фирма, не имеющая ни опыта проведения реставрационных работ, ни деловой репутации, ни мощностей, ни сотрудников, может нанять, условно говоря, каких-то найманцев из непонятного региона, для того, чтобы они хоть бомжей из подворотни, которые будут выполнять эти работы под видом реставрации. То есть, вместо реставраторов привлечь для работы людей из неопределенного места жительства, не имеющих никакой квалификации. С точки зрения закона, договора точнее, это абсолютно оправдано, но с точки зрения закона это недопустимо. Более того, сроки сдачи от реставрированного объекта приносятся даже не во второй, в третий раз. Сейчас идет речь о третьем по счете продлении срока выполнения работ и очередных выделений бюджетных средств якобы под реставрацию дворца, а по факту под уничтожение памятника архитектуры национального значения. Это особенно цинично, когда за бюджетные деньги осуществляется уничтожение культурного наследия. И самое, мягко говоря, неприятное от данной ситуации то, что платить за творящееся безобразие придется нам с вами своими бюджетными деньгами и своей уничтоженной Одессой. В Одессе продолжается сбор подписей под обращением граждан о придании санаторию Красной Азори статуса мемориального парка. Горожане надеются, что такой историко-культурный заповедник поможет спасти территорию здравницы от застройки. Напомним, на последней сессии городского совета было принято решение о даче разрешения частной компании на проект по землеотводу части санатория. Санаторий Красной Азори, расположенный на девятой станции Большого фонтана, вполне может превратиться в очередную стройплощадку. Особенно остро угроза уничтожения данной рекреационной территории нависла после последней сессии, где депутатское большинство дало разрешение на разработку проекта по землеотведению части санатория частной компании, которая намерена впоследствии построить на территории здравницы жилой комплекс. Чтобы этого не произошло, в Одессе инициирован сбор подписей на имя головы с просьбой устройства на данной территории историко-культурного заповедника, ведь именно здесь расположены старейшие в городе храмы, скит женского монастыря, а также дореволюционное Воскресенское кладбище, где были похоронены знаменитые одесситы. Реакции пока мы не знаем, я надеюсь, что мы получим ответ. Собирала подписи не я, собирали подписи в том числе и бывшее руководство санатория и люди, которые заинтересованы, то есть одесситы, все, которые заинтересованы и собственно из количества подписей и тех людей, которые подписали, можно говорить однозначно, что на защиту бывшего санатория стали не только активная часть населения, которая, ну вот она есть, она на слуху, а те люди, которые знают значимость и знают, что так должно быть. На всякий случай, чтобы не было вопросов, а кто эти известные одесситы, чьи подписи стоят под письмом, пожалуйста, список прилагается. Среди них весьма и весьма уважаемые в городе люди, историки, художники, творческая и научная интеллигенция, общественные деятели. Я знаю, что Укрпровздравница, опять инициировала судебные разбирательства с их точки зрения. Принятое решение на последней сессии городского совета было незаконным, и я сокращусь с этим, на этом есть все юридические основания. Собственно, мы не опускаем руки, мы будем бороться, мы будем отстаивать данную территорию, и мы ни в коем случае не согласимся с тем, что ее можно в очередной раз застроить высотками, коттеджами, испортить зеленую часть нашего города. Другой вопрос, а услышит ли людей наша власть? Во всяком случае, когда еще на сессии депутат Лилия Леонидова пыталась донести до коллег по депутатскому корпусу достаточно простую мысль, что нельзя на костях наших предков, строивших Одессу, устраивать высотные коробки, ее так и не услышали. Депутаты, потому что собственного мнения у них, как водится, отсутствуют, а главный вождь доверительного большинства и вовсе трусливо сбежал в тот момент, когда решалась судьба этой рекреационной зоны. А значит, застройка санатория, несмотря ни на что, для них был вопрос решенный. И теперь только от самих одесситов зависит, отстоит ли громада землю или еще кусок Одессы будет проглочен никак не нажрущими северными щеками при власти. Одесская мэрия намерена окончательно загнать город в долговую яму. Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения собрался взять кредит в 47 миллионов евро. За эти космические деньги нам обещают обновить трамвайный парк. Директор транспортного департамента Александр Илько сообщил радостную новость. Переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком приближаются к завершению. Договор уже согласован с Верховной Радой и завизирован Кабинетом министров. 47 миллионов евро обещают все до последнего цента потратить на замену путей закупку современного подвижного состава, в том числе многосекционных трамваев и на установку новых тягловых электропостанций. Планы прекрасные. Нужен ли для этого огромный кредит, возвращать который придется из бюджета, то есть из кармана всех нас, одесситов? Мэрия хочет сказать, что у нее нет денег? По данным Министерства экономического развития, доля теневой экономики составляет 33%. Это официальная статистика. В действительности может быть намного больше. Во сколько обходятся нам воры и взяточники в кабинетах, знает Национальное антикоррупционное бюро. И это только какая-то часть украденных денег. То, что удалось выявить следователям. Может в Одессе не так? Нет. Тот же НАБУ поймала Геннадия Труханова и его людей за руку при покупке помещений бывшего завода Краян. Если прошлый покупатель заплатил за них 11 миллионов гривен, мэрия выложила 185. 174 миллиона пошли неизвестно куда. Адвокаты гражданина мэра пытаются замять дело. И тут трамвайный кредит. Будет ли он использован по назначению или миллионы евро разойдутся по карманам? Да и нужно ли одалживать деньги, когда можно всем работать, а не воровать? Одесский клуб исторической реконструкции и фехтование может оказаться на улице. В течение 10 лет Тангар арендовал подвальное помещение в здании на улице Льва Толстого. Однако в нынешнем году чиновники мэрии решили не продлевать договор аренды, причем причины его расторжения так и не были названы. В течение 10 лет подвальном помещении на Льва Толстого 28 располагалась Одесская ассоциация исторической реконструкции и фехтования Тангар. Клуб прекрасно известен не только в Одессе, но и далеко за пределами нашей страны, поскольку ребята не единожды становились участниками турниров и победителями международных чемпионатов. Однако сейчас спортсмены могут оказаться на улице. Дело в том, что Тангар не владелец, а арендатор квадратных метров, который он брал в аренду у Департамента коммунальной собственности. Все 10 лет, несмотря на то, что организация это неприбыльная, ассоциация исправно вносила арендную плату и в должниках не числилась. Однако в ноябре прошлого года ребята впервые услышали о том, что им могут не продлить аренду. Изначально нам сказали об этом в ноябре, но сказали весьма витиевато. Нам сообщили, но при этом сказали, что это стандартное сообщение, не обращать на него внимания. А потом уже после Нового года, когда мы сдали все бумаги необходимые для продления договора, нам в очередной раз сказали, что нет, ребята, договор мы не продлеваем, причину мы вам не объясняем, собирайтесь и выметайтесь. Это чиновники? Ну, это департамент коммунальной собственности, да. Более того, ребята пытались достучаться в высокие кабинеты городских чиновников самого разного ранга. Мы пытались, скажем так, сначала через депутатов, через депутатские комиссии, в том числе там через управление молодежью и спорта, то есть через них, но по всей видимости они не смогли побороть департамент и сказали, что ничем помочь не можем. Как вы понимаете, все, что делается или наоборот не делается в нашем городе связано исключительно с интересами самого городского руководства и людей, которые благодаря связям и деньгам имеют авторитет среди мэрских господ. Ведь само помещение, а речь идет на секундочку о 150 квадратных метрах, приглянулось новому владельцу первого этажа здания на Льва Толстого. На протяжении последних 10 лет, когда мы здесь находились и над нами была парикмахерская, мы были никому не нужны. То есть мы были молодцы, мы убрали это помещение, вывезли отсюда мусор, держим его в чистоте, то есть сухим, чтобы этот дом не обваливался. Он все-таки памятник архитектуры, и, наверное, если он развалится, будет как-то кому-то обидно. Но с тех пор, как осенью здесь появился новый владелец, ну, начались, собственно, вопросы, связанные с арендой. То есть нам отказались ее продлевать, внезапно забыли, кто мы и что мы, и вот с тех пор мы ведем неравный бой. Это действительно неравный бой. Рыцари, привыкшие носить тяжелые доспехи и с блеском владеть средневековым оружием, оказались просто бессильны перед чиновничьим беспределом. Все в шоке, все не понимают, что делать в этой ситуации. Ну, нас выгоняют из дома. Пришли дяди и говорят, все, вы здесь не живете. Не, ну, грустно, конечно, потому что каждый человек, который состоит в этом клубе, приходит сюда, как во второй дом. Мы здесь проводим свободное время, мы здесь играем в настольные игры, мы здесь смотрим кино, мы тренируемся, пьем чай, разговариваем, делаем доспехи, чистим их. Ну, то есть это место, которое очень важно для каждого из нас. Легко на словах воспитывать в молодом поколении здоровый образ жизни, бла-бла про развитие спорта и стремление убрать молодежь с улиц. На самом деле, вот то, что сейчас мэрия собирается сделать, это выбросить десятки молодых и даже совсем юных спортсменов на улицу. Быть первой и неповторимой вечное стремление Одессы. Благодаря усилиям умных и талантливых горожан это всегда удавалось. Нынешние чиновники мэрии невольно и сознательно одесскую оригинальность уничтожают. Жизнь в Одессе особенная и потому вполне справедливо нашему городу жить по своему времени. Такова и была идея проекта «Одесское время» в городском саду. Открыли его примерно год назад. Скульптурная группа из одесских персонажей должна была вращаться под музыку. Но увидеть все это в действии мало кто успел. Теперь, сколько усилий не предлагай, с места не сдвинешь. Перестал вращать карусель где-то сразу после открытия в течение нескольких дней. Потом какое-то время еще шли часы. Ну, как видим, сейчас и часы тоже перестали идти. То есть, такая-то пародия на одесское время тут ничего не работает. Отремонтировать незатейливый механизм мэрия обещала еще в феврале этого года. Объявление висит до сих пор. Обычно остановленные часы примета смерти. Но Одесса жива. Значит, это символическое напоминание нашей власти. Ее время закончилось. Пора уходить. Александр Виноградов, Андрей Терешенко, телекомпания «Круг». Парк «Азербайджан» в Одессе находится в печальном состоянии. Дискуссии о проектах благоустройства парка ведутся на протяжении более пяти лет. Однако, до сих пор ничего не сделано. Впрочем, нет. За это время установили закладной камень парка «Азербайджан», который уже успели сломать неизвестные. На данный момент парк «Азербайджан», расположенный на четвертой станции Большого фонтана, находится, мягко говоря, в удручающем состоянии. Пешеходные дорожки и тротуары в некоторых местах то есть, то нет. На огромной территории парка нет ни единой урны. В результате здесь горы мусора. А уж о наличии хоть какой-нибудь детской или спортивной площадки говорить вообще не приходится. Состояние парка отвратительное. Камень стоит давно и обещанное. Когда установили камень, мы думали, что этот сквер приведут в порядок и будет здесь хорошо. Ничего, кроме камня, не поставили камень и ничего больше не сделали. Все загажено, замусорено, кругом мусор и никто ничего не убирает. Плюс ко всему неизвестные повалили закладной камень парка Азербайджан. Его сорвали с металлических креплений и сейчас он просто лежит на земле. Как предполагают местные жители, это было сделано преднамеренно. Кто-то сделал специально, не просто, понимаете, кто-то шел там пьяный, с адреналином, я не знаю, гормоны в башку били кому-то, что просто повалили его. Потому что он стоял на штоях, если подойти, посмотреть, надо специально какой-то рычаг силы приложить, какой-то шест притащить, чтобы сдернуть его, поднять, и это силы достаточно нужны. Кому это мешает, я не знаю. Может быть, это вот здесь, вот то, что сейчас нету сквера и нету проблемы. Отметим, что 10 сентября в Одессе предоставили очередную концепцию благоустройства парка на 4-й фонтана. Уже конец октября. На данный момент на территории нет никаких условий для безопасного и комфортного отдыха одесситов и гостей города. Когда начнутся работы по благоустройству неизвестно и дождутся ли горожане этого момента пока никто не знает. 14 октября для нашей страны особенная дата, объединившая три знаменательных события. Дни украинского казачества, защитника Украины и христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Народный фестиваль Покрова Героев прошел в селе Каменное Савранского района. Фестиваль Покрова Героев как национальный патриотический праздник ежегодно начинается с торжественной церемонии поднятия флагов на площади героев. Ми можемо бачити, як село Каменное змінюється завдяки такому високому рівню патріотизму, завдяки об'єднанню людей навколо єдиної сильної ідеї створення незалежної могутної держави. Я сьогодні вдячний всім воинам АТО, які захищають нашу країну. Я вдячний всім добровільцям, які йдуть на війну для того, щоб захистити наші родини. На мікинге Реквейми председатель Савранської районної господарської администрації Виталий Свичинський вручил государственні награды і почетні грамоти участникам боєвих дійсів в Донбасі. Главне событие фестиваля нынешнього року — відкриття двох пам'ятників, які завершили ансамбль площади героїв. Скульптурна група героям трьох поколений объєдніла образи захистників України епохи казацьких освободительних походів 16-18 віков, Второй мировій і продолжаючоїся війни в Донбасі. Пам'ятник героям «Єбесной сотні» напоминає о событиях зимы 13-14 годів на Майдане независимости і Інститутській площаді в Києві. Гостей і участників фестиваля приветствували лідерів казацького братства Черноморського гайдамацького соєдинення. Я хочу вам нагадати, що зовсім тут недалеко на Єлинецьких болотах відбулась давня битва казаків з татарами. І це одна з перших згадок за українських казаців взагалі в історії. Боротьба завжди наша тривала і продовжується. І нинішня війна це війна за незалежність. Це чергові визвольні змагання, під час яких ми обов'язково переможемо. В праздничному концерте на Кам'ятском стані выступили солісти і колективи Саврянського району, гостей із Черкасской і Керівгородської областей. Черноморське-Гайдамасське соединення приняло молоде пополнення. По старинной традиції атаман Сергій Гусалюк совершил обряд посвящения в казаки. Так его проводили на протяжении нескольких столетий. С тех времен, когда появилась Запорожська сеч. На ярмарке свои изделия представили народні мастера із всіх сел Савранського району. Традиції національного ремесла і декоративно-прикладного іскусства зародились ще до християнського епоху. Развитие технологій і верування вмісли свої зміння, але ісконні основи сохранились. Ось тут іде житечко, пшеничка і овець, щоб у праздник збирався рід увесь. Берегиня, яка оберігає ваш весь дом. Ось тут іде церковний оберіг, шафран, хозяин дома, василюк – це церковний. Житечко для життя, пшеничка для хліба, щоб у домі достаток. Іскусство народних целителів совершенствовалось веками. Силу природы способны помочь там, где бессильні таблетки і уколи. От каждого хворя є естественное лекарство – травяные настойки. Ми сьогодні приготували на виставку в старовинних карапочках, ось такі різні, так, Малинівка, Зубрівка, різні, Хроновуха, Кулер, ось такі в нас Медовуха справжні, що в нас, Сирівець, Ягоданка, Кизилова, Спотикач, різні-різні настойянки, вони народні, вони по-справжньому еко-чисті і вони від різних хвороб. Яку не візьми, допомагають всьому. Национальний народний праздник – это обязательно домашняя кухня. Каждое блюдо тут готовили как для своего стола. Рецептов великое множество на любой вкус. Галушки, мясо, рыба, казацкий кулеш, уха, грибочки, всякая выпечка. Почетним гостям фестиваля предложили продегустировать блюдо, которое готовят в селах Савранского района на протяжении 500 лет. Добрая беседа за богатым столом – хорошее завершение праздника. Александр Виноградов, Денис Ветличенко, телекомпания «Круг». Ходить по многочисленным кабинетам чиновников, чтобы получить одну бумажку, пустая трата времени и нервов. Комплекс услуг по оформлению документов предлагает Центр обслуживания граждан. Основанное в Одессе государственное предприятие успешно работает три года. Одесса – первый и единственный город Украины, где создана новая для нашей страны система оформления документов. В Центре обслуживания граждан проводят оценку и регистрацию собственности и бизнеса, техническую инвентаризацию, готовят бухгалтерские и правовые документы, оформляют регистрацию и разрыв браков. Для выдачи готовых документов и проведения прячных церемоний оборудованы отдельные залы. В таком комплексе такой перечень услуг, которые предоставляем мы, по факту, как минимум в Одесской области и в принципе и в Украине, мы единственные. Из того, что недавно мы добавили, это услуги в сфере сопровождения СПД и юридических лиц предпринимателей. То есть сопровождение в плане бухгалтерских услуг, что очень удобно. То есть люди у нас, граждане могут открыть сегодня у нас юридическое лицо, зарегистрировать или СПД и прямо же в центре у нас предприятие будет сопровождаться бухгалтерски, будут подаваться учеты, налоговые и так далее. Все за абсолютно адекватные деньги. Если обычно оформление брака занимает месяц, у нас это можно сделать за час. Торжественную церемонию по желанию молодоженов проводят на выезде, дома, в ресторане, в лесу или на море. Кому-то нравится надеть друг другу кольца и получить брачное свидетельство в стенах средневековой крепости. Филиалы Одесского центра обслуживания граждан открыты в раздельной о Ведиополе, Белграде-Днестровском, Измаиле и Николаеве. Вся информация и телефон есть на сайте предприятия. Спектр услуг расширяется. Мы сейчас в процессе договорных отношений и заключения договоров с агентством недвижимости, которое позволит нам обслуживать эти агентства недвижимости в очень таких интересных форматах. И надеюсь, что в ближайшее время я смогу об этом сообщить вам. Новый офис центра обслуживания граждан расположен в торговом центре Кодор на Екатериненской. Здесь не бывает очередей и заказы выполняются в установленный срок. Александр Виноградов, Андрей Терешенко, телекомпания «Круг». Счастье состоит из маленьких радостей. Существует множество и каждая добавляет свой оттенок к картину человеческого бытия. В Одесском музее звука Василия Пинчука открылась выставка музыкальных шкатулок. В эпоху электронных технологий, когда одна микросхема размером несколько миллиметров заменила большой приемник, такие вещи кажутся чем-то доисторическим. Действительно, они остались от другого мира, более простого, стабильного и человечного. Музыкальные игрушки, подобно старинному камину или книгам в позолоченных переплетах, создают уют и тепло. Первые музыкальные машины появились еще в Древней Греции. В 21 веке снова бум на них пошел. Очень большое количество выпускают и на Западе, в Западе, это Швейцария, Англия, Франция. И очень большое количество выпускают Китай даже. Музыкальные ошкатулки популярны уже более двух столетий. В коллекции музея работы мастеров Франции, Германии, Бельгии, Испании, Израиля и Советского Союза. Старейший экземпляр немецкий полифон возрастом 150 лет. В 1796 году Антуан Фавор, женевский механик, изобрел, тогда и сконструировал механизм барабанно-лепестковый, который лег, так сказать, до наших дней, дошел, лег в основу всех шкатулок музыкальных и дошел до наших дней неизменным. Обычно музыкальные ошкатулки выпускали просто для хранения всяких мелочей, прежде всего женских. Другие шкатулки готовили к особым событиям. Эти две парные. В одной лежало кольцо для помолвки, вторую преподносили уже на свадьбу. Выпускались рекламные ошкатулки. Это рекламирует французский ликер. Нежный напиток для хрупких дам. О каждой музыкальной диковинке коллекционеры могут рассказывать отдельно. Приходите в музей звука на улицу Дворянскую, 25. Александр Виноградов, Андрей Терещенко, телекомпания КРУ. Такое увидели эту неделю наши корреспонденты. Нам остается пожелать вам отличного настроения, оптимизма и только хороших новостей. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Увидимся.